Музыка Гузель Мансуровна Иванова родилась в городе Чистополь, но всю жизнь проживает в Новочебоксарске, который считает своим родным городом. С выбором профессии определилась уже будучи в шестом классе. После 10 класса я поступила в наше Чебоксарское педагогическое училище, закончила его с отличием, потом поступила в наш Чебоксарский педагогический институт к тому времени и на факультет дошкольной педагогики психологии. По образованию я преподаватель педагогики психологии дошкольной, методист по дошкольному воспитанию. В прошлом году также дополнительно обучилась на государственном муниципальном управлении, то есть менеджмент управления. Но начинала я свою трудовую деятельность в детском саду. Очень я благодарна работникам 33-го детского сада и тем людям, которые в то время помогали мне, учили работать. Была у нас сильная ученица Надежда Михайловна и ей отдельная благодарность именно за то становление в профессиональной и педагогической сфере. Как говорит Гузель Мансуровна, организовать детей оказалось не такой простой задачей. Работать с малышами сложно. Ну, работа мне нравилась всегда. Дети мне нравились всегда. Очень я любила работать со старшими детьми, потому что у них... Ну, они вроде маленькие, в то же время уже с ними можно как со взрослыми. Очень любила всякие эксперименты, праздники проводить и так далее. Вот затем, закончив институт, я перешла работать в 20-й детский сад методистом. Два года работала методистом. А потом как-то так получилось, что сказали, вроде как нужны работники в центр. Я просто пришла для интереса узнать, как бы можно работать или нельзя, и меня взяли социальным педагогом. В социально-реабилитационном центре работает с 2004 года. Сначала социальным педагогом приемного отделения, затем заведующий отделение диагностики и социальной реабилитации. Конечно, по детскому саду я сначала скучала, но сейчас, на сегодняшний день, мне уже интереснее работать здесь. Во-первых, скажем так, диапазон работы очень широкий. Дети у нас с 4 до 18 лет, то есть тут нужны знания не просто дошкольной психологии, педагогики, нужны уже и возрастные знания. Нужно соответствовать всегда субкультуре детства, нужно знать, чем сегодня современный ребенок живет, что ему интересно, какие проблемы стоят перед нами. Естественно, мы тоже занимаемся самообразованием, ну и вместе с ними переживать вот эту современность, скажем, их жизнь. Очень весело, мне очень нравится, поэтому на работу идти хочется. Проблема, которая встречается с нашими детьми, это, конечно, одна проблема, самое главное, это отставание от учебной программы. Хоть и детский сад, хоть школа, то есть в основном детишки у нас идут с плохими оценками. Но, опять же, могу похвастаться, что за время, скажем так, последнее, ну и во всяком случае, пока я работаю в этом отделении, у нас не было ни второгодников, ни двоечников, то есть пока ребенок здесь, они у нас все-таки под присмотром, не совершают они у нас правонарушения. То есть я считаю, что это большой профессионализм именно наших сотрудников, то, что вот все это они держат, как говорится, в колее, то есть дети у нас все равно исправляются, то есть, наверное, не рождаются плохими дети, наверное, это все-таки что-то и от нас, от взрослых зависит. То есть этот детальный подход, он как бы дается результат, и нужно просто уметь подобрать ключ к ребенку. К сожалению, у некоторых родителей приходится лишать прав. Если так получилось, задача сотрудников реабилитационного центра вместе с органами опеки устроить ребенка в новую семью. Каждый ребенок, который уходит в семью, он как бы у нас на особом счету. Особо приятно, когда эти дети к нам приезжают, когда приезжают приемные родители, или даже просто по каким-то делам, они всегда к нам заходят, показывают там фотографии, как они выросли, какие добились результаты, знаете, прям вот бальзам на душу. Очень приятно встречаться с этими опекунами. Низкий поклон всем людям, которые берут на воспитание чужих детей, потому что это действительно тяжелые ноши, это большая ответственность. За свою работу Гузель Иванова не раз была отмечена грамотами и благодарностями администрации города, Министерства здравоохранения и социального развития, субъектов профилактики и различных учреждений города. От всей души мне хочется поздравить всех своих коллег с наступающим днем социального работника. Мне хочется пожелать большого счастья в ваших семьях, чтобы у вас был покой в душе, чтобы у вас была достойная большая зарплата, чтобы вам хотелось идти на работу, а с работы хотелось идти домой. Ну и хочется закончить словами Макаренко, великого педагога. Только счастливый человек может сделать счастливыми других людей. Счастья вам, здоровья и успехов! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!